Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие Красного университета Фонда Рабочей Академии и Ленинградского интернет-телевидения И первое в 2021 году Ну и на первое занятие у нас, можно сказать, одна из самых трудных тем Это учение о сущности и категории сферы сущности А в чем непонятность? А в том, что когда мы разбирались с учением о бытии И обычно до этого дочитывают все учения об бытии и прочитывают А вот там с учением о сущности гораздо меньше встречается людей, которые прочитали И еще меньше, которые поняли То есть, как известно, что не всякая птица может долететь до середины Днепра Вот это вот середина Днепра, учение о сущности В чем особенность ее? Потому что это отрицание или снятие бытия Что значит снятие бытия? Снятие — это отрицание Раз отрицание, то мы имеем дело с тем, что отрицается То есть, как бы, чего нет? Вот у вас сердце есть? Оно наличное бытие? Нет Видите, значит оно нет Значит оно не наличное бытие, его надо объяснять через «не» Раз через «не», значит оно выступает не как бытие, а как отрицание у вас А лицо не как отрицание, а как наличное бытие Ну, о желудке я не буду отдельно говорить, это понятно То же самое То есть, есть вот такие категории, которые Никак они не выступают непосредственно Например, законы Но не те законы, которые являются юридическими Юридический закон — это что? Право — это что? Воля господствующая класса Воля господствующая класса может быть фашистская Зачем мне ваше право? Сейчас пришли, повесили и все на этом Вы вот как-то очень широко представили Все-таки право-то какое-то, право что? Может вы знаете, что такое право? Воля господствующая класса возведена в рамках закона А рамки вам зачем? Мы в родную же рамки закона Как? В рамки закона А рамки зачем? В рамки закона Возведенные в закон воли господствующего класса Почему сразу говорится «возведенные в закон» Если она не возведенная в закон, это неправо Дескать, вот если вас сразу стукнули дубинкой Это нехорошо Это противоречит демократии В том числе и буржуазной А если сначала приняли закон о том, что в отличие от советского времени Теперь будет порядок Если кто не будет подчиняться власти Народной Буржуазная власть есть хоть какая-нибудь, которая говорит, что она ненародная? Такой нету Вот, так вот, кто будет не подчиняться, то у нас есть регулятор демократии То будут его бить палкой, сажать в актазаки и так далее Это новость какая-нибудь? Нет, это поправо Такого же не было в советское время Ходил там участковый Был у него пистолет на случай Бандиты же тоже были, и бандиты, и воры Но, чтобы вот кого-то стукнули вот так, взяли дубинкой Такого не было Ну вы же хотели демократическую буржуазную систему Вы ее получили, вот, пожалуйста И теперь удивляется, говорит, как это так? Мы выходим на неразрешенную, запрещенную, а нас бьют Так это вы же за эти выборы, за эту демократию Вы же не за советы, не за диктатуру буржуазии Вы хотите, чтобы была диктатура буржуазии Ну так диктатура буржуазии себя защищает Она защищает от кого? Ну вот от неопределенных лиц, которые не говорят за что они, а говорят против чего В чем смысл противственных действий? Что мы против Это сугубо отрицательная категория Вроде вот категория сферы сущности То есть хочешь узнать, вы за что? Мы против вот этого, вот этого, вот этого Так если вы против того, чтобы плыть на север, куда вы поплывете? Куда вы? Сколько направлений, которые отрицают движение на север? Сколько? Бесконечно много Поэтому когда вот нам рассказывают, что мощные протестные действия А в чем мощь-то? Каждый, каждый это отрицает А куда он поплывет? То есть после этого все эти граждане расходятся по По разным местам, по разным направлениям А соединяет их вот только одно, что мы против Но это такое соединение пустое, не ксомное Так вот, у нас вот категории сферы сущности Они вот такого рода отрицательные В том смысле, что здесь все То, что вы, так сказать, схватили Если вы схватили эту категорию И уже она вам стала ясной Значит, это не сущность То есть вот мы добрались до сферы сущности Разбирались, наконец-то вот я понял Раз А раз я ее уже схватил и разобрался Значит, это что? Не сущность Потому что она есть у меня уже Вот она Так раз она есть, то она кто? Бытие А надо было Так надо взять с отрицанием То есть это надо отрицать То есть все категории сферы сущности Это для нас непривычно Вот То есть основная масса населения В том числе Ображенного населения В том числе и такого населения Которое имеет степени и звания В том числе и докторов наук Основная масса этой публики Я бы мог только взять докторов наук Одних и должен сказать Что основная масса публики Которое имеет докторские степени В том числе и по философии Если бы только это доктора были Там разных наук Химических, географических А если взять докторов по философии и философских наук, то тоже основная их масса этого не понимает. Поэтому, когда вам приходится трудно, и вы, так сказать, говорите, что всё-то непонятно, так что это непривычно. Хотя, с другой стороны, с одной стороны непривычно, а с другой стороны, если взять некоторые категории, которые здесь встречаются в этой теме, например, категория закона. Закон, он где? Он наверху или он? Не наверху. А наверху что? Явление. Значит, закон не явление. Раз он не явление, то впереди стоит не. Значит, он что-то отрицательное. Ну, как бы, мы вот некоторые считаем, что если отрицательное, то не хорошее. Почему не хорошее? Потому что не. Ну и что? А вот непротивная у меня еда. Что тут плохого? А у вас противная, у вас положительная. А у меня отрицательная еда, а у меня непротивная. Может быть, потому что не отталкивает. Нет, у вас отталкивает. Ну, хорошо, берём другой пример. Вот, не вонючую. Дайте вам кашу. Вам вонючую. Вам положительную, а сейчас отдадим. Не гнилую. Не гнилую пищу будете есть? Или вам гнилую? Потому что вам надо обязательно положительную. Вот мы и доложим вам эту гнилую. А? Про закон можно же сказать, что он отрицательный, потому что даже он обязательно имеет исключение. Что, что, что? Закон же отрицает исключение. Что он, если только отрицает? Исключение. Какое исключение? В любом законе есть исключение. Значит, сразу хочу сказать, что мы говорим о законах не в смысле юридических. Я тоже не имею в виду. Какое исключение? При чём тут исключение? Закон, какую пару имеет? Вот вы смотрели, учение о существе. Допустим, вы не читали, а листали. То там, где стоит закон, где вторая пара? Где вот то, что на поверхности, то, что бытие, как называется? Если закон это сущность выражает, а пара, которая на поверхности? Явление. Явление. Явление и закон его. Согласны? Вот сосед у вас знает, а вы не знаете. Это у них хорошо. То есть, а что такое закон тогда, если взять вот явление и его закон? Как определяется здесь? Тут есть простые формулировки, тут есть очень сложные переходы, но есть просто замечательные, простые такие формулировки, которые надо запомнить на всю жизнь. Если кто-нибудь спросит вас, вот вас спросит, я вот пристал к вам, дескать, говори, чтобы раз сказал и, дескать, вот с блеском был. Что такое закон? Кто скажет? Спокойный объявление. О, кто? Вы? Спокойный объявление. О, видите, у вас есть какой товарищ. Это вы что ли договорились, что вы не будете отвечать, а он? Вы как бы его отрицание. Или он ваше отрицание? Как вот вам? Кого считать за бытие? Ну, больше, наверное, его надо считать за бытие, потому что тот знает, а этот не знает. То есть, на поверхности закон выступает совсем в другом виде. Правильно? То есть, вот даже, если вы возьмете там реку, ну, стою на берегу Невы, хотя бы у Петропавловской крепости. Вы не видели в реке, что вот идет основное течение, а около берега, в другую сторону, прямо противоположное. Так какое считать законом, а какое есть стать явлением? Ну, наверное, глубинное надо считать законом, а это поверхностно. Или на поверхности вообще ничего не видно. Говорят, что видно, что там прямо вот течет вода? Нет. Там могут быть векторы, бури, там могут быть противоположные течения. Оно есть, закономерное течение, оно огибает потом соответствующий полуостров. И тем самым, так сказать, поддерживает климат. Здесь, в этой части, там, где Норвегия, Дания и прочее. То есть закон есть спокойное в явлении. Раз понять, что такое закон, надо пойти от явления, то явление выступает как бытие. А закон как отрицание этого бытия. То есть вы хотите проникнуть в сущность. Я говорю не на совсем вот таком языке, как в Гене. Что значит проникнуть в сущность? Вас поверхность явления вас не удовлетворяет. В науке вообще, что хотят сделать ученые, в любой, в физике, в химии. Они не просто смотрят, что это вот горит свеча. А что это такое? Что значит, что горит свеча? Что это такое? Значит, я отрицаю этот весь образ. А мне интересует, что там. Оказывается, там газы разогреты до такой-то температуры. И идет постоянная химическая реакция. Значит, у вас разогревает нить, которая уже подает жидко растворенный парафин или воск. Воск соединяется с кислородом. Значит, выделяется тепло. Тепло разогревает эту нить и воск вокруг нее или парафин. И, так сказать, вот это горение с точки зрения физики и химии. Ну, а, так сказать, что здесь положительное, что это явление, что горит. А вот мы разберемся, и оказывается, там есть такие реакции химические, сложные и так далее. У нас много-много всяких разных элементов. Она это посмотрела отрицательно, товарищ Менделеев. И составил таблицу периодическую систему элементов Менделеева. После которой вообще неизвестные элементы. Он, так сказать, все их указал даже, так сказать, номера и свойства. Хотя они не были открыты. А потом они вот их стали открывать. То есть открывать. То есть превращать из небытия, так сказать, из отрицания в нечто положительное. То есть вообще вот эта вот привычка к тому, что то, что в бытие то хорошо, отрицание это плохо, это вредная привычка, не диалектическая. Вам какие, поверхностные знания нужны или глубокие, сущностные? Сущностные. Так вы же за отрицание или за бытие? Я за отрицание. Вот, видите. Так и что здесь все за отрицание пришли? Отрицательные герои все. Вы же за отрицание или как, или будете? Или будете стоять за то, что или с виду человек вот дурной, а послушаешь, поговоришь, а он в глубине-то есть хороший, умный, толковый. Правильно? Бывает же такое. И очень много людей, которые с виду, не скажешь про них, что они там. А есть болтунные, которые орут, кричат, что-то заявляют, причем много говорят. А копнешь, там никакой глубины нету. А раз глубины нет, это поверхностное. Это вот это вот бытие пустое. За ним нет закона. Оно противоположно закону. А есть, когда мы говорим о явлении, в явлении можно увидеть и другую сторону. В явлении может быть то, что соответствует закону. Но в целом явление не закон. Правильно? Какие тут пары встречаются? Ну, прежде чем встречать какие-то пары, надо освоить, это очень тяжело и трудно, такую категорию, как рефлексия. Хотя, если вы переведете просто это слово на русский язык, что мы знаем про рефлексию? Что это такое? Отражение. А? Отражение. А что такое отражение? Это отрицание. Раз это отражение. Ну, я могу сказать, это я. А я могу про себя сказать, а я вот не Дмитриев. И я буду отрицательный. Правильно? А он будет положительный. Это какой взгляд или какое выражение? Рефлективный. Вот. Степан Степанович не дурак. Это такой, вроде, комплимент. Лучше бы я сказал, что он умный. Но, вроде как, тоже комплимент. А чтобы доказать, кто такой Иван Степанович, надо сейчас пойти искать дурака. Сейчас вот тут близко их нету, тем более мы находимся в таком учреждении, здесь дураков не гуляет. Это надо выходить далеко и там отлавливать кого-то. И вот потом сюда привезти, а он будет кричать, сопротивляться, сказать, вот, а Степан Степанович не такой. То есть, поэтому с такими привычными представлениями, что отрицательное – это плохо, это отрицательное только по отношению к хорошему – плохо. А ко всякой дряни очень даже хорошо. А вот у тех людей, которые говорят, ну, просто вот против, ну, неважно, и не говорят, за что, вот сейчас это безграмотные люди, их толпы собирают, их, так сказать, отрицание, отрицание. То есть, охранные структуры их собирают и отправляются в соответствии с тем же законом, который они и продвигали. Это мы, что ли, с вами продвигали буржуазную демократию, которая ввести диктатуру буржуазии. Вы участвовали в этом деле? Нет. Вот, а эти люди, вот, которые сейчас высыпают на улицу, это или те люди, которые непосредственно этим занимались, или дружки их, или их продолжатели, их дело. То есть, те люди, которые уничтожили социализм и выступили за буржуазную демократию. Нам-то и так было ясно всегда, что буржуазная демократия – это диктатура буржуазии. Диктатура буржуазии – это сущность буржуазной демократии или явление? Нет. Явления нет. Это сущность. А явление – это вот, когда вы пойдете на несанкционированный митинг, вам дадут дубинкой по голове. Если неудачно побойдет, то и по носу. Еще как-нибудь неудачно. Ну, вас, как говорится, не звали. Вы же читали, грамотно это написано. Несанкционированный. То есть, кто… Это почему-то вот либерализм такой еще идет, такой у нас еще. Не все выполняют эти структуры. Если он несанкционированный, то все, кто нарушают, они должны привлечены быть к ответственности. А как к ответственности? Ну, их просто решили их разгонять. А можно, наоборот, загонять. Ну, поскольку вот так мест мало, то их всех не берут. И там переполнены учреждения и автобусы. Ну, а смысл? А за что они выступают? А вот если они потом пойдут куда-то, а куда они… Что у них общее? Ничего. Никаких общих целей нет. Все отрицание одно. То есть, это пустое отрицание. А мы говорим о снятом бытии. Вот это здесь. С чем разница? Если это снятое бытие, отрицание как снятие, чем отличается от пустого отрицания? Отрицание. Все в нем удерживается. Все содержание того, что отрицание отрицается. Вот если я скажу, что я не такой, как Павлов. Это надо узнать, какой Павлов. И тогда вот непонятно. Потому что пока непонятно. Потому что Павлов вот хороший, а я не такой. Поэтому из этого вот такого высказывания ничего не следует хорошего. Про того, что я вот сказал. Потом Павлов вот молодой, а я уже не такой. Ничего хорошего. Чем мне хвалиться? У меня опыт есть. Ну какой опыт? Опытом. А у него вот еще впереди опыт. У него он уберется опыта. Вот 10 раз больше. А у меня уже там обратно не пойдешь. Уже никак в те же рамки не влезешь. Поэтому снятие, вот это очень сильная, очень важная категория. Снятие. Снятие. Это что такое снятие? Отрицание с удержанием. С удержанием. Не зряшное отрицание. Не выкидывание, не отбрасывание. Отрицание с удержанием. Поэтому категории сферы сущности, они все удерживают все, что мы говорили в наличном бытии. В бытии, учении о бытии. То есть каждая категория сферы сущности, она содержит в себе все категории бытия. Поэтому, ну раз мы берем снятие, и вдруг вот мы начинаем разбираться с первой же категорией, с которой встречаемся в учении о сущности. Какая это? Ну раз это сущность, значит существенная. Правильно? А этому категорию противостоит категория несущественного. И что мы получили? И получили какую-то пару, которые по существу возвращают нас в наличное бытие. Потому что существенное это бытие, а нам надо такую категорию, которая какой должна быть? Положительной или отрицательной по виду, по форме? Отрицательной. Ну раз сущность это снятое бытие, то оно имеет форму отрицания с удержанием. А не форму бытия, в котором заложено что-то глубокое. В котором есть сущность, которую мы еще не раскрыли. А вот сейчас мы пришли к сущности, и теперь у нас отрицание, в котором удержано бытие. Поэтому вот когда мы берем вроде существенное, то оно у нас, раз мы его берем, то оно берется не как сущность, а как бытие. Для того, чтобы мы его взяли, надо его, нельзя брать вот так, как мы обычно брали и рассматривали. И раз вы его рассматриваете, значит это непосредственно. Раз непосредственно, то хоть вы его берете существенное, хоть несущественное, они у вас получаются в две категории. Так, как будто бы это была сфера бытия. А мы должны отрицать все то, что относится к сфере бытия. И тогда только мы получаем сущность. Поэтому под сущность надо понимать несущественное и несущественное, как отдельные какие-то виды бытия. А понимать сущность, как отрицание вот этих категорий, поскольку они тоже возвращаются на сферу бытия. То есть общий вид категории сферы сущности отрицательный. Вы привыкли иметь дело с отрицательными? Так что если я просто буду приделывать к разным предметам, это вот, это не стол. Правильно, это же микрофон, значит не стол. Это не конфета. Вот это вот, что у вас в телефоне называется. Это не фрукт. А вот у вас в руке ручка, да, но это не рука. Ну и так далее. Я могу все перевести в отрицательную форму. И тогда вместо определенной ручки у вас получится, что это не рука. Так и стул не рука, и комната не рука, и Красный университет тоже не рука. Но мы далеко пошли. Поэтому вот эти вот пустые отрицания, которыми сейчас наполнена вся политическая жизнь, протестные действия, расширим протестные действия. Ну еще шире, возьмите. Еще шире будет отрицание. А куда вы пойдете? Мы туда не пойдем. А куда вы пойдете, не знаем. Ну куда поведут, так баранов и ведут. Они тоже знают, что туда, куда не надо. А куда идти, не знают. Их козлы ведут, этих баранов на уводь. Вот. Поэтому такая трактовка вот этого существенного-несущественного, как какой-то новой формы бытия, в учении о сущности недопустимо, раз антосфера снятого бытия. Поэтому трактовать их надо просто как видимость сущности. Видимость появляется. По видимости, как бы, бытие тут только как видимость. А на самом деле, а сущность их отрицаний. А как тогда бытие тут существовать может вообще в сфере сущности? Как районство отрицательного с собой. Ну если отрицание какое-то вы берете, и вот это отрицание равно саму себе. Ну вот вы едете на машине, вы все время отрицаете все дома, мимо которых вы проезжаете. Правильно? Да. Ну вот это районство отрицательного с собой, вот если вы сели, поехали, то это все будет отрицаться, все, что там. А если прекратилось это отрицание, и вот перед вами дом стоит, значит вы остановились. Вот так можно, изучая новую логику, понять, остановились вы или еще едете на автомобиле. Правильно? То есть постоянное отрицание. А раз постоянное отрицание, отрицание равно самому себе? Движение? Ну пока автомобиль двигается. Вы всякое отрицаете метафизику, всякое, хотите стать диалектиком, да? То есть вы постоянное отрицание, то есть вы равны самому себе, как отрицание метафизики. Нет, метафизики нет. Как отрицание бытия. Ну метафизика есть такой, вид, раздел философии, который противоположен, или вид, так сказать, философии устаревшей, который не изучает сущность, не изучает диалектики, который берет только вот рядоположенные предметы. Так вот, вы же изучаете не то, что изучает метафизика, а вы берете именно отрицание вот этой неподвижности. И вот равенство с собой, этого отрицания, если отрицание равно самому себе или нет? Равно. Ну раз оно равно, вот это равенство отрицательного с собой, это то единственное бытие, которое есть в сущности. Вначале, по крайней мере. И как называется это равенство отрицательного с собой? Вот вы тут все знаете? Ну вот. Товарищ Назаров. Рефлексия. Учитесь. Рефлексия. А что такое рефлексия? Это же отражение. Вот я не Назаров, и вы не Назаров. Вот мы с вами уже два, как рефлексия, как отражение Назаров. А он знает, а мы не знали. Видите, разница? И вот мы с этой рефлексией, так сказать, являемся только отражением. То есть, нам хочется ухватить, как только вы что-нибудь ухватили, это уже бытие. А это все отрицательно. То есть, нас приучает к тому, чтобы мы все время углублялись. Углубляясь. Мы начинаем углубляться. И когда мы начнем углубляться, мы сталкиваемся с тем, что нам было вроде знакомо, и что теперь подвергается сомнению. Например, в школе мы учились и говорили, пять равно пяти. Правильно? Сейчас некоторые товарищи не хотят диалектически на это посмотреть, а хотят просто придумывать новые слова. пять конкурентно пяти. Это что значит? Ну, это ничего другого не значит. Это пять, это и есть пять. Но, в точке зрения диалектики, как бы вы ни рисовали эту пятерку, одна стоит слева, другая стоит справа. Так что они не только равны. Они, конечно, равны, эти пятерки. И они, так сказать, имеют разную систему координат. И более того, как бы вы ее тщательно не рисовали, хоть мелом, хоть ручкой, чем хотите, хоть, так сказать, современными средствами через компьютер, если можно кисточками всякими рисовать, никогда у вас не получится две пятерки, которые абсолютно совпадают. Правильно? То это равенство с неравенством. Обязательно. Поэтому, в школе пошла речь о равенстве, то оно здесь называется не просто равенством философия, тождеством, тождеством. Скажем, математика от этого абстрагируется. Равно и равно, все, мы ничего не знаем. Любые пятерки, где бы они ни стояли, любые цифры, если они одинаковые, количество содержат единиц, равны, и все. А у нас получается в диалексике, что никакого нет абсолютного тождества, абсолютного равенства. Всегда есть тождество с нетождеством. Вот мы с вами равны или нет? Как люди. Я только надеялся, что вы. Вы могли бы, конечно, сказать, что я животное, и вы животное. Но вы мягче поступили. Спасибо вам. А мы с ним сейчас скажем. А мы бы сказали, мы равны, как умные люди. Понимаете, как мы вас обыграли? А с ним только, как люди. Но я ничего такого плохого про вас не говорил. Вот. Значит, равенство. Всегда равенство неравного. Как это называется? Тождество есть тождество различного. И никакого другого. Вот никаких примеров тождества, которое было бы тождеством тождества, если просто вы не утверждаете, что бревно – это бревно. Но все равно, даже и бревно. Это сегодня сказали бревно, и через минуту уже не такое это бревно. Оно же гниет. Оно не так, что оно вот, когда я говорю, не гниет, как остановлю, свой разговор, он начинает снова гниеть. А при этом, как называли это бревно, оно останавливается. Нет. И мы знаем, что скалы, значит, камни выветриваются, в них отверстия образуются, они раскалываются, падают там и так далее. Все что угодно. То есть нету нигде, вы не найдете в жизни, нигде вы не найдете такого тождества, которое бы не не соединялось с не тождеством, то есть с различием. Вот когда пара разводится, говорят, а что вы разводите? Мы разные люди. А что они когда женились, не знали, что они разные люди? Сейчас появились пары, мы одинаковые люди, но все равно они разные. Хорошо, переходим теперь к различию. А что такое различие? Если мы различные люди, значит, мы люди, то есть это различие тождественного. А там было тождество различного, а здесь различие тождественного. То есть такой вот грубятины, которая бывает в метафизике, отсутствует, которая не в диалектике, нету. Никогда вы не найдете двух одинаковых человек. И одинаковость, и не одинаковость, это значит там вот такие характеристики, которые можно дать человеку, что вот в этом у нас одинаковость, в этом не одинаковость. У вас клетчатая рубашка, а у меня красивая. Ну как сформулировать? Можно разные варианты. Так. Значит, тождество это тождество различного, а различие есть различие тождественного. И когда мы это вот определили, тогда у нас получается, что тождество и различие, они как бы тоже и тождество и различие в паре. То есть у нас вот когда вы имеете два понятия, которые находятся в единстве и в противоположенности друг с другом, как это называется? противоположность это называется сначала. Противоположность. А что значит противоположность? Ну, берем же какое-то одно, у него есть две противоположные стороны. А если это две противоположные стороны, значит, каждая сторона, она, во-первых, сама по себе, а во-вторых, она в единстве с другой. а другая тоже сама по себе и в единстве с этой вы их можете распилить так чтобы вот как бы вы не пилили магнит вот у вас большой такой вы распилили на две части и что будет это север а это юг тут появляется север-юг значит плохо пилили а так это выкидываем она не нужно или пополам опять север-юг и как бы вы не пилили север без юга не бывает тогда растоптать этот магнит выбросить чтобы он не отвлекал и все то есть вот вам ну вот такой живой пример жизни ну или скажем когда мы говорим про людей говорим вот человек нехороший но чтобы сказать понять это надо знать что такое хороший вы знаете что такое хороший человек я хочу узнать кто нехороший но я не могу узнать кто нехороший без того чтобы знать что такое хорошее мне вот это можете сказать кто такой хороший человек но это вы меня и тем же снежком и кидаете обратно но кто-то скажет что такой хороший человек? Что никто не знает? Чего заслушаюсь? А какое у вас определение такое, что он жулик? Понял. А какое определение? Да вы не даете хорошего человека? Дайте определение. Я вас спрашиваю, что такое хорошее. А вы говорите, а тот, который соответствует определению? Ну вот вы от меня здорово оттаскиваете. Это же вы отбились от меня, это вы меня отрицаете. Мой вопрос. То есть у него вот сидит, у него грязи, и вот он к нему подходит, раз, раз, раз. И у него больше отдавал, чем сам на себя налегит. Такое бывает там на берегу моря. Так не сильно люди обижаются, больше к нему не подходите, какой-то идиот. Это по-вашему хороший человек. Что? Полезная работа, он эту грязь собирал, чтобы потом у вас метнуть. Нет, так это не пойдет делать. Что же мы не можем ответить на вопрос, кто такой хороший человек, кто знает-то? То есть собрались люди, вроде уважаемые, спрашивают, а кто такой хороший человек? Они говорят, мы никогда не встречали, и сами они такие. Как мы можем узнать? А? Что действительный? Так это никуда, это вы нас пересылаете в другое место. А все равно, кто такой действительный? Нет, давайте действительный оставим пока в стороне. Что такое хороший человек? Кто отвечает своей сущности. Да, хорошо. Вот. Но это человек вот. Вот человек, который это знает, хороший. Что плохая сущность не может быть человеком, и он будет отвечать? Причем тут плохая сущность? Как это может, плохая сущность? Вы подумайте, категория сущность расприменимая – это плохая. Вы про плохое можете сказать про то, что не сущность. А как про сущность можно сказать плохая? Сущность категория отрицательная. Чего вы тут отрицать собираетесь? Сразу вы вышли на бы в бытие. Сущность сама по себе отрицательная категория, она отрицание бытия. Если есть сущность, вот эта сущность, это некое отрицание чего? Что она отрицает? Но это мы вперед побежали. Давайте вернемся назад, к тому, на чем мы остановились. У нас есть противоположность, и каждая сторона этой противоположности содержит в себе что? И себя, и другую сторону. Правильно? Значит, каждая сторона – противоположность. То есть, брали мы одну противоположность, а гадали, что это единство двух противоположностей. Но они как бы по-разному повернуты. И поэтому, что получили мы единство противоположных сторон целого, а единство противоположностей. Правильно? Была одна противоположность. Эта сторона в единстве с другой, и эта в единстве с другой. Значит, каждая противоположность. Значит, единство противоположностей. Как называется единство противоположностей? Противоречия. Мы пришли к противоречию. А теперь мы начинаем рассматривать стороны противоречия. И в этом, в этом рассмотрении этих сторон, Значит, каждая из сторон, она представляет собой единство с другой стороной, правильно? Значит, каждая из сторон составляет все противоречия. И вместо этого самого единства противоположностей, когда мы их развели, получилось, что у нас есть одно противоречие. Это противоречие, которое же единство противоположностей. И это у Гегеля говорится, что оно идет в основании. Что это единство и борьба противоположностей приходят к основанию. И вот дальше такая интересная категория, которая облегчает нашу жизнь. Почему? Потому что у нас жизнь тоскливо текла, пока мы не можем найти чего-нибудь твердое, на что опереться. А вот тут у основания есть противоположность. Какая? Основанная. Если основание это сущность, то основанная это что? Бытие. Да если еще есть условия для этого, для того, чтобы было вот это, то, что является основанным, и предпосылки, то мы получаем то, что если есть условия предпосылки, оно не то, что оно появилось и исчезло. Оно становится спокойным. Потому что если для какой-нибудь сути дела написано у Гегеля, или для какого-нибудь мыслимой вещи, как вот здесь в этом переводе. Созданные все условия, оно вступает? Существование. Существование. Вы различаете бытие существования? Вы есть или вы существуете? Ну вот я спрашиваю, допустим, человека, как живешь? Говорит, существую. И то, и другое. Так чем отличается вот это высказывание первое, что я есть? А то самое простое, есть и все. А существование, значит, я там живу, например, отдельно на своих средствах и там все. Да, у вас есть квартиры, работа у вас есть. Как вы можете жить, если у вас нет оснований и условий? Работа есть у вас? Есть. Хорошо. Значит, зарплата есть, доходы есть. Значит, есть, что покушать. Жена есть? Возможно, дети будут или есть. И так далее. И прочее. Значит, человеческий род будет продолжаться. То есть много чего. А? Если ребенок, то он не существует? Нет, мы сейчас о ребенке не говорим. Вы не переключайтесь. Сейчас вы у нас объект рассмотрения. Я потому и сказал, что я есть. Так вы есть. Так вы есть. Это сейчас вы вырванули обратно в бытие, испугавшись сущности и убежали. Мы с вами сказали, что вы существуете. Что вы тут про есть говорите? Вы есть, вы есть, как в основаниях и при определенных условиях. У вас условия есть вашего бытия? Вот если у вас есть... Не такие, которые вы описали. А? Не такие, которые вы описали. Некоторые. Это уже другой вопрос. Важно, что есть условия. Так вот, что тут говорит и что важно заметить? Иногда вот читаешь почти, вроде как все ровно, идет текст. Хотя Гегель и так старается выделить, и сяк старается выделить, и курсивом, и прочее. Что вот существование — это восстановленное через сущность бытие. Это вот такая сакраментальная фраза, которую после 13-го чтения можно и не заметить. А с 14-го уже не пропустите. Восстановленное через сущность бытия. Ну, красиво же звучит. То есть в сущности, которая сама по себе отрицательная, появилась категория, которая бытие. Но она такая, связанная с отрицанием. Она восстановлена через сущность, поэтому она сущность отрицает в самой сущности. Это же категория сущности, правильно? А если я беру просто бытие, это категория чего? Это категория наличного бытия, вот этой сферы. И той части, первой книги. А это категория второй части. Учение о сущности, восстановленное через сущность бытия. Существование. То есть существование нельзя рассматривать без основания и условий, и предпосылок. То есть можно, конечно, рассматривать, но иметь надо в виду это. Когда вы говорите о существовании, вы там берете целую, так сказать, систему, корень этого всего. Почему говорят средства существования? Если у вас нет средств существования, значит вы не существуете, не будете существовать. Ну, так не говорят, что вы умрете, что вас не обижаете. Просто у вас не будете существовать, и все. А так живите вечно. Но у вас нет средств существования. Как вы будете жить? Мы не знаем. Скажем, нынешнее буржуазное государство не знает, как будут жить безработные. И знать не хочет. Оно знает, что безработные нужны, иначе будут требовать большую зарплату. А так это будет давить на рабочих, и будет хорошо. Вот они условия существования капитала обеспечили. А условия существования работников они не обязаны делать. Сейчас у нас диктатура чего? Диктатура пролетариата или диктатура буржуазии? Ну, чего вы хотите из государства? Оно решает интересы того класса, который его держит за свое. Правильно? Ну, а чтобы вы не говорили, что оно только об этих. Мы скажем, оно общенародное. Вы встанете, вы тоже можете стать капиталистом. Чего смотрите? Идите, купите за один руд, а продайте за два. И так раз, раз, и наберете. То есть вопрос только в том, что раньше наберете вы или умрете. Вот. На этом пути. Ну, кто-то и умирает, а кто-то и набирает. Правильно? Вон, например, в Африке пенсионеры узнали, что наши пенсионеры узнали, что в Африке народ не доедает. Написали письмо в Африку, попросили прислать то, что народ в Африке не доедает, потому что наши пенсионеры доедят. Так, вот мы, вот это вот обычно, люди, незнакомые с науковой логики, никогда не различают бытие и существование. Бытие вот есть и все. Владимир, есть? Есть. А у него два рубля. А он сидит, важный такой, есть. А вы можете на них существовать? Да. А у вас кассиры есть? Картонные? Картонные? Или... А сейчас вот студии, может, от того, что там холодно? Я ступаю. Зачем вот эти стены наделали, действительно, одна комната, вторая, третья, вот сделают там и маленькое, уютненькое такое, и все там, и кухня, и спальня, и все. Это студия. То есть вас учат. А чем у вас учат, что не хотели бороться за социализм, поживите при капитализме. Студии же, чему-то надо научить же людей. Так, значит, тут пара есть, когда мы говорим, все категории сферы сущности парные, все категории парные, потому что вот рефлексия, она парная, почему? Потому что она равна самому себе, и это есть единственное бытие, которое есть. Равенство отрицательное у нас с собой, это же положительное. Вот равенство у нас же есть, равенство есть, раз есть, значит, бытие, но какое, исчезающее. Это равенство отрицательное у нас с собой. И все категории такие, значит, вот мы уже знаем, тождество оно с различием, различие оно с тождеством, противоречие оно с другой стороной обязательно, с двумя сторонами, противоположность само собой. Существование, оно связано с основанием, есть основание, есть основанное, правильно? А вот уже, когда мы говорим существование, значит, оно как основанное выступает, у него есть еще основание, есть условия и предпосылки. Это прочное такое, тут не такая болтанка, как в самом начале, в первой части учения о сущности, все время отрицание равенства с собой, отрицательного с собой, все тут вот, ну, рефлексы, это все отражение только. Хотите отражение яблока? Хотите посмотреть на вкусную еду? Включайте телевизор. Он все время показывает. И потом говорят, куда обращаться. Так, а следующая категория, какая учения о сущности? От чего вы делали, от того занятия, от этого занятия, что не знали, что дальше учение о сущности идет? Следующая категория за существованием, какая? Действительно. А? Действительно. Ну да, нет, неправильно. Нам пистолеты не выдают, так бы вот сразу, раз, неправильно сказал, хлоп, уже не только они действительно и не существуют. Как это? Ну это же как, вот для этого не надо диалектику изучать, берешь, открываешь, ну я скажу, завтра занятие берешь и смотришь, там, что после существования, что стоит. Вот Назаров знает, и он улыбается над нами, издевается, говорит, я, говорит, знаю, я оглавление смотрел. Ну и что там стоит? Явление. А? Явление. А явление какую пару имеете? Или оно без пары? Закон. Закон. Ну и вы хотели об этом промолчать. И о законе, и о явлении. Ну как это, как такое можно допустить? Я не представляю, скрывать такие вещи от товарищей. Товарищи, конечно, сами могли это посмотреть. Ну, вот. Значит, так что такое закон? Кто скажет? Спокойное явление. Очень, ну такое определение прекрасное. То есть вот явление, что это так вот бурно себя проявляет, там и так далее. А что вот, когда вы чай делаете в стакане, там, нет, в чайнике все бурлит, бурлит, а что там? Ну, вода 100 градусов. Что там такое? Спокойно все время образуется пар. А почему в чайник шумит, знаете, нет? Кто-нибудь может сказать? Может, это без ялексей можно даже доказать? Пузырьки схлопываются. А? Пузырьки схлопываются. Они же поднимаются наверх, а там вода более холодная. И тут они вот такие, а там они хрустят наверху. Раз, и аплодисменты дальше. Чем больше аплодисментов, тем больше шума от кипения чайника. То есть, как бы, вот такие вот движения, здесь, ну, бурлит-то внизу, а наверху, наоборот, открывается. Ну, потом уже все, когда бурлит, все кипело, выключается. Так, ну, а вот теперь дальше, после идет, что после закона? Хотя это вот, обратите внимание, что это не юридический закон. И вот Гегель говорит там о законах политических, там, в третьей книге «Вучение понятий». Но это не тот закон. Вот это вот, конечно, великое его открытие этого понятия. То есть, оно блестяще сформулировано, спокойно, в явлении. А явление может какое угодно быть. Вот какую бы куртку Александр Сергеевич не надел, а все равно хороший человек. Почему? Потому что есть у него закономерное, а это вот какое дело, это не имеет большого значения. Хотя это очень существенно. А различие существенное и несущественное возвращает на сферу наличного бытя. Если есть куртка, она надевает, нет ее, так и разговора нет. Если нет другой куртки, о чем говорит? Вон товарищ, он, хоть и зима, у него раз нету теплых одежд, он не может надеть. А может, наоборот, он спортсмен. И для него это закономерное. То есть, а закон проявляется где? Но как явление, а не как закон. На поверхность он выходит как явление, правильно? Уже не в таком виде, как он вот есть в глубине. Человек вот в глубине, так сказать, хороший, а он так вот смотрит на тебя, так непонятно. Может, сейчас подойдет и убьет. Я вот тоже все время опасаюсь после таких вот вопросов тут разозляться, слушать. И потом, это же не студенты, школьники, да их много. А я один, что делать? Вот единственное, что вот общественность узнает, она это осудит. Так могут и это все перерезать, все испортить, черт его знает. То есть, разница есть между законом и явлением? Есть. А дальше что идет? Вот я вас спрошу. Вот у вас есть и усы, и борода, как у меня. Вы действительно человек? Да. А как вы догадались? Как докажете? Кто это? Если вы есть, то объясните товарищу, если он есть, кто он. Это не ругательство. Кто он? Объясните, товарищ Павлов, кто он такой. Вы бытие, поняли? Понял. И нечего себя изображать действительную. Причем вы сами, чистосердечное признание, что вы бытие всего лишь. А я вас спрашивал насчет, вы действительно или нет. Вы не смогли это доказать. Значит, вы недействительная. Вы? Вы действительно или только бытие? Но то, что вы есть, ничего тут доказывается, никто не спорит. Вы действительно человек? Я не знаю. Человек не знает, он действительно ли. Значит, недействительный. Ну, что это за человек, который... Как можно считать нас действительным человеком, который не знает, он действительно или недействительный? Я сюда за этим пришел. Ну, то есть, вы пришли... Ну, пока, значит, вы пока недействительный. Ну, раз вы за этим пришли, но еще не получили. Если бы уже получили, так вы бы уже и сказали. А раз вы и не сказали, значит, пока. Вы думали, я вам прям так и отдам, а вы так вот... а что тут не написано что вы так сюда за этим пришли я думаю что мы потренируемся как лучше понимать а вы хотите только от меня узнать а от Гегеля не хотите Гегель он круче ну кто у нас еще на кого напасть вот Товарищ Назаров он солидный такой вы можете доказать вы кто действительно или просто бытие как вы можете доказать что вы действительно действительно это какое вот он соответствует сущности человека а вы сущности не знаете а сущность человека в чем то есть в общественной деятельности то есть люди которые возглавляют буржуазные партии они занимаются общественной деятельностью правильно это же общественная деятельность как момент наверное ну как общество у нас какое сейчас они как раз и занимаются общественной деятельностью а вы антиобщественной деятельностью хотите заниматься вот вы как момент а? как момент то есть то есть если победят коммунисты вы за коммунистов победят буржуазии вы за буржуазию понятно а вы не занимаетесь то есть вы антиобщественный вы то есть посторонний человек к обществу Антиобщественная деятельность является моментом, так как сейчас буржуазное устройство государства, но коммунистическое движение, оно больше соответствует общественному... А вы не уводите нас в сторону, я про вас спрашиваю, а вы по какой-то там коммунистическому движению. А если я моментом коммунистического движения, то я представляю... Так вы в каком моменте, отрицательное или положительное? В коммунистическом движении же есть ревизионисты, оппортунисты. Но оно является отрицательным по отношению к буржуазному. очень так так широко мы разошлись нельзя короче сейчас вот все вот молодежь и короче положительная общественная деятельность а чего мы не нравится гегеля как формулировки плохие в общем то правильно как бы вы сказали но я бы вот опираясь на эту книгу так положил бы сказал это человек это человек который отвечает сущности человеческого общества сущность высущность вы же учение о сущности изучаем ничего не сказали сущности а кто не отвечает сущности он поверхность правильно то есть принципе вы правильно сказали ну вот такой чеканой формулировки не дали а мы чему учимся тому чтобы ну вот такие брать формулировки они как гранит потом тут никуда от них не денешься с этим невозможно спорить если человек противоположен по своей сущности идет будут сущность человечества какая у человека какая сущность общественной а если он идет против общественной сущности человека даже если он занимается эти у него есть частные собственности он эту частную собственность свою продвигает. Но он уже, так сказать, вступил в конфликт с общественной сущностью человека. Потому что то, что вы там говорили про коммунистическую деятельность, коммунис означает общий, ничего другого. Правильно? То есть, опять же, к обществу возвращаемся. Человек есть общественный человек. Вот как общественный человек, или то, что в человеке является общественным, принадлежит к его не только бытию. Вы можете умереть, а сущность ваша будет продолжать жить. В чем? В результатах вашего труда. Чем бы человек не занимался? Он, если он дом построил, это остается. Если он, так сказать, только глину для кирпичей достал, тоже остается. Песок он вырабатывает, тоже. Металл он выплавляет, это остается. Книгу написал, тоже остается. Но тем, кто книгу написал, им больше ведет. Потому что их цитирует, потом в библиотеках есть, обычно пишут, что вот он построил Исаакиевский собор Монферран. Вот трудно поверить, что такой один человек построить мог такой большой собор. Особенно вот трудно вот эти колонны было ставить одному. Представляете, вот вам поставить. Вот какой великий человек, Монферран, он построил Исаакиевский собор, такие колонны. Ну и крышу было тяжело. Вот когда-то ставил. Можете себе представить, как? Ортенберг мост построил. Вот, ортенберг мост построил. И так далее. Вот так странно было. Вот скажем, если вы идете там по бывшей улице Огородникова, там так это наверное у нас 8 чешев, да? Да. Значит мы сейчас остановимся с вами и завершим наше занятие. Так товарищи, мы поставили вопрос о том, что значит действительный, это соответствующий своей сущности. А действительный, это, так сказать, относится к что он соответствует своей сущности не только в какой-то там глубине, да? А относится и к тому, что находится на поверхности. То есть если эта вот сущность появляется на поверхности, выявляется на поверхности, то вот она уже не просто сущность, которую там вот в глубине ищи, да? А она и на поверхности. Если человек хороший, вот он так улыбается добрый, хороший улыб. А если он злой до смерти, то и скрыть это не может он проявлять. Действительно злой. Так что, поэтому у нас действительных людей столько, сколько людей фактически существующих? Или меньше? Меньше. Меньше. Вот люди, которые там вот серийные убийцы, можно их считать действительными людьми? Но людьми они являются, никуда не денешься. Да? А действительными? Нет. Нет в том-то и дело, что у нас понятие действительного человека, если поставить так вот вопрос, как мы рассматриваем, отвечающий сущности человека, то есть борющийся за общественные интересы, там за свободное всестороннее развитие всех членов общества, то у нас таких людей не так и же много. Но это действительные зато люди. Например, бумажек нужно много напечатать, а действительных будет мало. Это вот очень важное разделение, правильно? И вот подходим мы уже к последней категории, что вот это действительное, оно же, так сказать, исходит из глубины и проявляет себя на поверхности. А то, что в глубине, называется как? Субстанция. Сейчас вот, например, медики пишут, понимаешь, субстанция, лекарство такая. Откуда они нахватались? То есть, кто-то там смотрит, кто-то берут на уколы, и говорит, вот, назовем вот это субстанцией. И называют. И совершенно спокойно. То есть, это вообще глубина какая-то. Они самую глубину хватанули. И вытащили ее на поверхность, и представляют ее как субстанцию. Ну, вот, собственно, это последняя категория сферы сущности. И, следовательно, сущность тоже снимает себя. То есть, отрицает. С удержанием. А когда она себя отрицает, то что мы приходим к чему? А? К боятию. К бытию мы приходим. Но если это была, сущность была отрицанием бытия, а бытие является... Но какому бытию, которое теперь содержит в себе сущность? Вот такое бытие, которое в себе содержит сущность, это уже понятие. человек без понятия. Он и бытие, и сущность есть. А понятия нет. А понять, что означает? Выразить в понятиях. Выразить в понятиях. Больше ничего. Выразить в понятиях. Если не может человек выразить в понятиях, он не понял. Ну, что он может делать? Если я буду, вот у меня спросят Я скажу, ну это значит Я не могу выразить в понятиях А если я выразил в понятиях Вот я спрашиваю, отвечает человек, выразил в понятиях Значит понимает, если не выразил в понятиях Или как некоторые говорят А я, говорит, понимаю Но сказать не могу Но если не можешь сказать, то не понимаешь Нет, это просто дизлексия называется А? Дизлексия называется Это на вашем этом языке Врачебном А у нас называется У него инсульт. Соответственно, он не может ничего сказать. Все понимает, сказать не может. Вот он теперь уже и не понимает. С чего вы взяли, что он все понимает? Как с ним общение идет? Через что? Через градусник? Мигание глаз. Мигание глаз на теле. А из мигания глаз видно, какие формулировки у него в голове? Формулировки там? Ну, понятия бывают совсем простейшие, правильно? Совсем простейшие, да. Это тут все хорошо. С простейшими, да. Или жив, не жив, хорошо. Умер, не умер, это понятно, да. Но это на уровне, да, нет. На уровне бытия. Это на уровне бытия, а не на уровне понятия. Поэтому для того, чтобы говорить о понятиях, надо, чтобы все содержание сущности сюда входило. Правильно? Скажем, человек. Кто такой человек? Вот вы людьми же занимаетесь. Сто процентов. Сто процентов. А кто это такие? Мои пациенты. Нет, если не ваши пациенты, они тоже. То есть только ваши пациенты люди, а пациенты других людей, других врачей уже не люди. Ну, зато это сильно, скажем, монополия такая. Да. Да. И только тогда, вот поскольку человек побывал вашим пациентом, то он человек. Вот я сам человек. Мне приятно, конечно, это слышать. Но вот если вы не побывали у этого пациента, Григорий Вячеславовича, вы не человек. Такая теория. Потенциальная пациент. Такая теория. А потенциально все, говорят, вы пациенты, причем не мои, а есть дом специальный. Да. Нет, для потенциальных пациентов. Нет, это не сказали вы. Ну, я ушел в этот ответ. Ушел. Ну, раз ушел в этот ответ, ответа нет. В чем сущность человека? Вообще. А? Общественное отношение. Ну, да, в общественных отношениях, конечно. То есть сущность человека не биологическая. Понятно, что это условие биологическое, да? Но сущность человека в общественных отношениях. Ну, на этом мы семинар закончим. И перейдем теперь к вопросам и к ответам на вопросы. Пожалуйста. Какие есть вопросы? А вы будете спрашивать. Теперь я буду отвечать. Кто на меня злой за то, что я вам спрашивал, может теперь отыграться. Ну, надо ядовитые какие-то придумать вопросы. Чтобы интересно было. Скажите, пожалуйста. Я постараюсь формулировать. Вот если общество, да, общественная деятельность и это вот рабочие выступают как, как, так скажем, как тому, что вот буржуазия, она не выступает отрицанию общественной деятельности, как своя, как своего общества. Ну, грубо говоря, бытие для иноги. Не понял вопроса. Вы мне вопрос должны задать. А я на него постараюсь ответить. А вопроса нет. Я не понимаю, что общество разделено. И, так скажем, буржуазия выступает как общество в себе, которое свои интересы и которое выступает, ну, грубо говоря, как нечто. А иное для него это вот рабочие, рабочий класс, интеллигенция. То есть вы думаете, что вопросы общества нужно разрешать с категориями, простейшими категориями сферы бытия. Нечтое иное. Да, конечно, все равно. Если вы возьмете за нечто рабочий класс, то буржуазия иное. Если вы возьмете за нечто буржуазия, то рабочий класс иное. Поэтому вы поставили такой вопрос, который не связан с сегодняшним материалом. То есть это вопрос из сферы бытия. Он нас возвращает к простейшим вещам, и поэтому он нас не продвигает. Я взялся отвечать на вопросы, отвечающие теме сегодняшнего занятия. Я думаю, меня никто не осудит. Даже Валерий Александрович Мордовин скажет, а все по теме. То есть я уклонился от ответа на ваш вопрос, сославшись на то, что он где-то сзади там в начале. Я сам не знаю. Это он вам просто дал время, чтобы вы подготовились. Это специально он продуман, но один выставлен. Капитализм писает сущность человека. Капитализм? Да. Конечно. Каким? А сущность человека какая? Я вопрос задал. Ну, правильно вы задали. Я задал вопрос. А я задал. Это наводящий вопрос. Значит, сущность человека общественная. А капитализм, капиталист, он владелец частной собственности, он подчиняет производству своим особым интересам. А подчинение производству своим особым интересам противоречит человеческой сущности. Эксплуататорское общество противоречит человеческой сущности. То есть капитализм расчеловечивает? То есть капиталисты у нас не... Как это расчеловечивает? Нет, это нет, они люди. Это те люди, которые являются врагами человечества. А сами они по себе расчеловечиваются? Я не знаю, что это такое расчеловечивается. Я только что придумал это. Я и чувствую, что вы только что придумали. На сегодняшний день, то есть было время, когда буржуазия была передовым классом. Это вам хорошо известно. Они выражали общественный прогресс. Тогда эти самые капиталисты... Они соответствовали сущности человека. Точно так же, как те, скажем, рабовладельцы, которые развивали науки, искусство, несмотря на все их злодеяния и эксплуатацию, они все-таки осуществляли прогресс. А потом, когда средства производства развились до такой степени, что их нельзя давать рабам, то рабовладение уступило место феодализму. Уже нельзя было убить трудящегося. А эксплуатировать его можно было. Феодализм. Так и так далее. То есть и феодал. Вот посмотрите, какой город построен. Вы посмотрите сейчас, что строят. Посмотрите, что строили при феодализме. Видно, что тогда более прогрессивный правящий класс, а сейчас реакционный. Посмотрите на те дома и на эти дома. Что тут непонятно? Говорят, вот блистательный Петербург. А кто вам мешает блистать дальше? Кто не мешает? Что денег сейчас меньше стало? Богатство, средства производства. Что мы не развили за это дело? Посмотри, какие-то коробки какие-то удивительные. Или сапоги там на берегу Невы. Если ехать по Неве, вдруг стоит сапог вверх ногами. Или какой-то таракан. Вот если вы идете, смотрите, свернули из Литейного и так смотрите по Шпалерной. И там какой-то дом-таракан, который разделяет на две части комплекс Смольного собора. Что там некоторые башенки правее, а тут левее. И потом, когда вы подъезжаете и вышли, говорит, на той стороне Невы. Но архитектор должен быть какой-то. Этот архитектор, значит, чем занимается? Видимо, улучшает свою жизнь. Михаил Васильевич, так когда капитализм начинает расчеловечивать? Когда эта грань проходит? Границы между человечеством и человечеством? Я такие категории не употребляю как расчеловечивание. Капитализм более прогрессивный? Мы говорим, конечно, по отношению капитализма. Но он наступил такой этап, когда уже... Поэтому капитализм, по-моему, скажешь, значит, нехчеловечивый. Он, наоборот, более человечивый по сравнению с какого владения. Но это уже прошло. Это уже прошло, потому что если вы... А вы книгу Ленина не знаете такой империализм, как высшая стадия? Я знаю, но когда прошло. Какое это сейчас империализм? Есть год конкретно. Есть, есть. Посмотрите, ну какой вот, посмотрите книгу там. Империализм как высшая стадия. Вот именно в этом году Ленин констатировал, что теперь империализм превратился в умирающий, загнивающий капитализм. Канун социалистической революции. То есть теперь прогрессивным классом является рабочий класс, а вовсе не буржуазный. И это давно уже было. Но уже в 14-м году война была. Империалистическая империализм – это высшая и последняя стадия капитализма. Умирающий, загнивающий капитализм. И вот сейчас вы уже не можете сказать, что у нас мы живем в империалистическом мире. Никак не можете. Потому что у нас значительная часть мира – это соц. страны. Примерно 1,5 миллиарда человек. Как вы можете сказать, что вы живете в империалистическом мире? Вы живете в мире, в котором есть и империализм, и строительство социализма. И в одной стране построено. Было больше таких стран. Но контрреволюция забрала европейские страны назад. Как вы бы сказали, разрыв революция не разъявила их назад. Так, еще вопросы? В каких социалистических странах руководство соответствующих партий, гуманистических, выражено диалектикой Гегеля? Диалектикой Гегеля? Ну, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Потому что наше, так сказать, нынешнее пребывание в России не позволяет нам познакомиться с тем, что происходит в других странах. Вот я, например, был в Северной Корее с делегацией РКРП. Был главой делегации. И там жил две недели. Я хочу сказать, что теория Чуичхэ, она очень близка к диалектическому материализму. И упор делает не на то, что мы продукты, обстоятельства, а на то, что человек должен преобразовать этот мир. Вот эта преобразующая деятельность человека является центральной и главной сутью, и главным выражением вот этой самой Чуичхэ, так называемой. А на самом деле это Чуичхэ ничто другое, как переложение диалектического материализма, исторического материализма. Что человек должен рассматриваться не просто как продукт, обстоятельств, а как преобразующий природой и самого себя человек. Свои отношения и тем самым самого себя. Вот что касается Китая, то с их иероглифами тяжело. А те люди, которые у нас занимаются, китаеведы, в основном встречаются люди, которые на стороне капиталистов. От них не добьешься. В буржуазном сознании. А мне замолчают сейчас задачи 14-15 лет. 14-15 летний план развития Китайской народной республики сейчас реализуется. У нас масс-медиа не слово про это. Наших масс-медиа государственных, ассоциационных об этом... Нет, было написано. Сказали, что да, вот есть все. И забыли. У нас ведь другие проблемы. У нас Навальный есть. Михаил Васильевич, а у меня вопрос по Северной Корее. Я недавно в журнале «Корее сегодня» прочитал о том, что... Точнее, там через весь журнал прокладывается такая линия о том, что вот мы уже построили социализм, но революция все еще идет у нас. То есть они не... Как вот... Они не завершили свою революцию, считают, а продолжают ее. Они все еще в стадии революции. Ну, можно сказать, что это не совсем точно соответствует понятию революции, но это, по крайней мере, показывает, что настрой у них не на прекращение борьбы, а на продолжение борьбы. То есть, скажем, классовая борьба продолжается. Это будет точнее. Скажем, классовая борьба продолжается до полного уничтожения классов. А там что, полное уничтожение классов? Нет. Поэтому классовая борьба продолжается. Если в этом... Они усматривают вот это вот высказывание, смысл этого высказывания. Они примерно так это и понимают. Вот. И они все время настраивают народ, что надо бороться. они думают, что там, так сказать, кто-то упадет сверху. Потому что если сверху и упадет, то на Корею упадут ядерные бомбы. Если они не будут, соответственно, заботиться о своей обороне. Потому что только тогда даже и Китай, и Россия их поддерживает, потому что они сами в таком хорошем тонусе. То есть там очень развитая наука, очень развитая культура, и спорт там разный, здравоохранение прекрасное. Вот, я не знаю, я рассказывал, Григорий Васильевич, как мы ходили на экскурсию в дом матери и дитя. Это в Хеньяне огромное такое здание, в виде... Так что здание такое, как объятие такое-то, вот такое. Заходишь, там полудрагоценные камни на полу. Ну, все спрашивают, а что это у вас, зачем у вас камни? А у нас где эти полудрагоценные камни? Я думаю, о олигархов. Она говорит, так это же мать и дитя, а где быть-то там полудрагоценным камням? Вот мы делали полудрагоценную камню. Потом в кабинке, значит, подходишь, берешь трубку, там телевизор, и можешь со своей женой поговорить, и она тебе ребенка покажет на светном телевизоре. Это в Корее. А у нас Катя. В 92-м я был. Катя. То есть спорт, ну, там поучиться. Там заходишь, там целый зал большой, играет пинг-понг. Так играет, что мало кто с ними может соревноваться. Ну, мы знаем даже по спортивному успеху, конечно, они очень хорошие в этом смысле бойцы. Значит, народ трудится очень много. Значит, в 6 часов утра подъем, все включается, а в 22 часа телевидение не работает. Никаких ночных клубов, никаких этих, вот сейчас решают, как нам быть в условиях ковида. Закрыть ли ночные рестораны или нет. Видимо, люди там вот уставшие на работе, где-то у Мартена стоят, им только вот в ресторане ночью можно отдохнуть. Потому что завтра... Безработных много, и надо чем-то заниматься. А, и безработные пусть там они сидят в ресторане. Малый бизнес. Чтобы был не сход. Малый бизнес. Да, да, и так далее. То есть ничего этого нету, этой всей ерунды. Я так, для интереса, у меня с собой был там доллар, были наши рубли. Они посмотрели, как на бумажке. Такие, и все. Никакого ухождения, этого нету. Никаких бедных там, естественно, нету. Голодных тоже никого нету. А вот, скажем, нефть перекрывают все время. И поэтому там перебои... Нас, конечно, возили как делегацию на двух Мерседесах. Я был на одном, а еще два человека наши на другом. Ну, маленькие, не шикарные. Университетовцы старенькие такие. Но нас провезли по всей Корее и все показали. Мы были даже в Пан Мэнь Джоне. И там, где переговоры были. Я даже обошел на ту сторону, где Южная Корея. Поскольку там как раз на границе стоит. А товарищ Фетисов из нашей Газио, я туда не пойду. На Южную Корею даже. Даже и шагну туда. А рядом, как видишь, здоровые такие полицейские стоят на границе. Ну, а, скажите, если вы... Значит, там 150 километров протянулась стена. Вот так. Что? Через весь перешей. Ну, не знаю. Я слышал, что 150. Может, вы точно знаете. Точнее. Во всяком случае, стена такая. 5 метров высотой, отвесная в сторону Северной Кореи. Это вот люди, которые за общение всех народов, за сближение, чтобы все стены упали. Там, это берлинская стена, которая все время бундит. Она ничто по сравнению с этой стеной. И что за этой стеной? Вот мы подошли. Вот с высоты нам показали. Можно посмотреть на ту сторону. А там, значит, такие большие плакаты. Голая женщина. И там зовет. Иди к нам на той стороне. Так что вот такая штука. Культура высокая. Южно-корейская. И Южная Корея. Это уже американские войска. А это фактически американская колония. Поэтому все капиталисты корейские помогают Северной Корее. А не Южной. Ну, потому что это своя страна. Хоть Корея, а это непонятно что. Так, еще вопросы? Задайте сами себе вопрос. Сами себе вопрос задайте. Когда же наши слушатели изучат науку логики? Так все новое и новое. Сколько, конечно, там. Отвечаю. Пусть старое. Отвечаю. Отвечаю. Они все время изучают. Это не такая вещь, которую можно взять и изучить. Можно ее долго изучать. И уже в процессе изучения человек вырастает. Потому что он все время, так сказать, грызет науку. Когда он грызет науку, он преодолевает трудности. И привыкает это делать и в других вопросах. Потому что есть вещи, которые с одной стороны трудные, а с другой стороны великие. А есть нетрудные, пустяковые. Поэтому если сам человек пустяковым хочет быть, то вот он и будет пустяковым. Вот там есть и за границей вопрос. Да, вопрос. Правильно ли выражение, сущность любой организации – это люди? Я думаю, что неправильно. Сущность любой организации определяется ее целями и задачами. Если вот люди, которые в этой организации, в том числе бандитской организации, значит, у них ее сущность такая, чтобы людей грабить и убивать тех, кто не отдает, то это, конечно, люди, но это люди недействительные. И они по сущности своей не люди. Поэтому это, так сказать, все-таки… Вот сущность, наоборот, людей – это общественные. Наоборот, что в каждый человек, он выступает как один, на самом деле сущность у него общественная. А это переворачивает все. Сущность организации – люди. Организация существует для людей, живущих в обществе, и создают ее люди. Поэтому сущность определяется тем делом, ради которого существует эта организация. Это прикрывается разными всякими картинками, названиями. То есть название красивое, а сущность гнилая, может быть. То есть в чем сущность того, что они… Или суть дела в чем? Чем они занимаются? Вот сейчас говорят, мы вас будем лечить. То есть это что означает? Ну, лечить даже и так, в историще, я сказал, то есть обманывать. Или второе… Сейчас никто это не говорит. Сейчас говорят, будем оказывать услугу. Не обязательно лечить. Нет, лечить… Не обязательно медики, говорят, будем вас лечить. А лечить, мозги лечить, хорошо. Да, это раз. Во-вторых, скажем, наличие аптек, в которых обязательного ассортимента нет. Потому что каждый там соревнуется и, лучше сказать, конкурирует. И как еще, говорит, вздернуть эти самые цены. Особенно мне нравилась, есть аптека на площади Мужества. И там лекарства отдельно рекламируются. А те, которые большой ценой, там 5-6 тысяч, упаковка, сразу выскакивает флаг России и яркий такой свет. То есть Российская Федерация и все государства защищают именно высокие цены на лекарства. А вот всякую мелочь, это она не защищает. И вы видите, что цены ползут и ползут вверх на лекарства. Михаил Васильевич, какая сущность профсоюза действия? Сущность общественная, его профсоюза действия, коммунистическая. Мы смотрим, человек в красном, значит, видимо, это отражает и сущность. Это является явлением. А сущность, конечно, глубже. Если человек красный, то ему приятно и красную рубашку надеть. И он не боится, что люди увидят, что он красный. Вот товарищ Павлов, он говорит, у него так, он не собирался, но у него сущность проявилась. Вот это красное, оно прошло все равно. Другие люди скрывают. Мы живем в разном обществе, не надо особенно афишировать свою сущность. По-разному все ведут. Так, еще какие вопросы? Может, я слышал, что какой-то рабочий, кажется, лет сто назад, ну, то есть, там, накануне революции, сам, как бы, кажется, основа теоретического материализма, что-то такое. Я слышал. Да, есть такой рабочий. Иосиф Дизген. Он, между прочим, немец, но работал у нас на кожевином заводе. А я вот работал на переводке декабристов в 16-е, напротив нашего как раз здания, вот этот самый завод, он потом стал называться завод «Марксист». И я когда секретарю Порткома говорил, говорит, Михаил Васильевич, не надо к нам ходить на экскурсию, если вы придете вот в своем костюме, вы бы две недели будете пахнуть ваш костюм. Это страшные условия этого. Он был кожевинником. Он самостоятельно пришел к диалектическому материализму, но он читал и Гегеля, и Маркса. А что конкретно он вывел? Отчего до чего он вывел? Открытый 29-й том, и все увидите там. Его философские работы Иосифа Дизгена, он сам пришел к диалектическому материализму. Ленин открытый 29-й том? Да, Ленин. 29-й том Ленина. В философской тетради. И вот там. У нас это записано про 29-й том. Первая часть вывешена, а это вот вторая часть. То есть она там объявлена, что скоро будет. Она сегодня вышла. А? Сегодня вышла. Сегодня вышла, да? Вот это есть. Можете прямо там об этом. Очень понравилось это Марата Владовиченко, и он на эту тему специально на этом остановился. Так что там вы полный ответ получите. Не выходя из дома, причем? Везде у нас немцы рулили, все понятно. У вас? Да, у нас страны. А у нас грузины. Так, еще какие вопросы? Василия немецкая среди рабочих. А? Так, давайте, давайте. А так получилось, что вот один человек смог всю такую огромный пласт знаний перелопатить и вот вывести такую диалектику, причем вполне, ну, настройка у него все проработано, что даже как-то не верится, что один человек может, ну, выстроить такую систему полностью, ну, понятную, я понимаю, не дописал ее, но настолько это выдающееся произведение, что, ну, даже задаешься вопрос, как-то один человек взял и сделал. Ну, значит, это вопрос о том, как вообще развивается человечество. Вот, наверное, знаете, что человечество свои философские, так сказать, взгляды выразило сначала в виде материализма, да, бытия, фолиес, потом сначала диалектический гераклип, его все время неправильно излагают, говорят, все течет, то есть все изменяется. А что значит изменяется? То есть оно, что, не равно самому себе? Да. И все? Нет. А что? Значит, равно самому себе. Оно еще и равно самому себе, об этом забывает. Что все, а, равно самому себе или не равно самому себе. То есть все изменяется и все остается равным самому себе. Вот вы, после этого занятия, вы же изменились за время нашего занятия сегодня? Да. Вы стали другим человеком, да? Да. Идите паспорт менять. Я уже поменял. И чего поменяйте. Уже тот человек, все равно, и второй уже не подходит. Это верно. Неверно это. Только что мы сказали, вы же сами повторили, не только изменяется, но и остается собой. Поэтому вы должны сказать, не буду менять, потому что я остаюсь собой. Поэтому зачем мне паспорт? Я и меняюсь, но и остаюсь собой. То есть надо два. А вот попытка односторонне решить какую-то проблему, она не диалектична. То есть диалектика называется то, что связано с рассмотрением противоречий. Вот если движется автомобиль, вот он эту точку проезжает или нет? Проезжает. Раз он проезжает, значит он в ней не стоит, правильно? Да. Значит он ее не проезжает. Правильно. Ну вот. Ну раз он ее не проезжает, значит он не едет. А начало было такое, что едет автомобиль. Какой правильный ты ответ? Он находится и не находится. Он находится и проезжает. То есть находится и не находится. Только вот такое вот, два таких утверждения дают истину. То есть диалектика, она не одностороннее знание дает, а все другие виды знаний. Они все полезные, нужные. Вот просто как один человек это осилил? Почему один-то? Система. Этот человек все время изучал богатейшее философское и культурное наследие, которое было. Что он изучал? Он изучал всех философов до него. И их там, а, значит восхищается ими и тут же критикует. Посмотрите как он с одной стороны Канта там, уууу, Канн такое сделал, такое сделал. Но придумал вещь себе, это что это такое, пустая неживая абстракция. То есть он вот как раз за ней, он как раз традицию эту диалектическую продолжает развивать. Она в той или иной степени была у Аристотеля, то есть у великих философов. Но в развитом виде, в виде системы. То есть задача Грегеля была не в том, чтобы еще написать одну какую-то ветвь, сделать философскую. А в том, чтобы это систематизировать. То есть всегда в науке в любой. Точно так же вы могли бы сказать, а что, сколько было химиков, а потом пришел один химик, Менделеев. И сделал картину. То есть таблицу Менделеева. И предсказал те элементы, которых вообще не было, не открыто. Их свойства он назвал, атомные веса и так далее. То есть это можно сделать только если человек делает систему. Система – это не только что-то большое и великое, это еще и редкость. Потому что медицина, как я и говорил, пока не наука. Пока не наука, потому что в этом смысле, что нет системы. Я думаю, что она тем более, можно про нее сказать, что не наука, что после всех открытий, которые связаны с наследственностью и прочими сложными явлениями, это все пока не выстроено так, чтобы была единая система. То есть это все знания научные вполне соответствующие действительности. Но в научную систему, вот где этот самый гений, который бы построил такую медицинскую систему, где было бы ясно, что вот это вот истина, а это вот не истина. Поэтому вот, а этот сказал такой-то главврач, а этот медик сказал вот так, а этот вот так. Ну и мы отличаем знахарство, когда я вот знаю это, 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 это. А построение системы – это вообще редкость. Но каждая наука, ну вот в физике, если вы возьмете, сколько систем существует? Две? Ньютон и Эйнштейн, и все. В математике сколько систем? Геометрии? Две. Две. Правильно, Лобачевского и Эвклида. Эвклид – древний мир, Лобачевский – это, ну, почти наш современник. То есть это вообще редкость. То есть как можно построить систему? Если люди будут, как у нас вот изучали, в том числе и в Советском Союзе, есть политэкономы, они ничего не знают по философии, или слабо чего-то владеют, и ничего не знают в научном социализме. Они живут эти производственные отношения, как будто эти отношения существуют сами по себе, независимо от партии, государства, независимо от всех других конститутов. Другие занимаются только производственными отношениями экономистами. Не подходить, например, к другим вещам. Третьи занимаются только, вот как у нас было там, научный коммунизм. Вот они изучают какие-то политические вопросы, оторванные от всего. А вот научный коммунизм и появился не как наука, а как дисциплина. В 1962 году, которую по заданию Хрущева продвинул Суслов. Дескать, все, у нас сейчас открываются кафедры научного коммунизма, и по иронии судьбы я вот доктор наук по теории научного коммунизма. Такой науки нету. Есть научный социализм. Потому что, ну как вы можете про коммунизм писать, когда мы находимся на первой низшей фазе, какая может быть тут наука. А вот про низшую фазу, ну можно, потому что есть хоть страны, или приблизившиеся к социалистической революции, или совершившие, или даже вот как Корея построила социализм. Значит, тут может быть какая-то наука. Ну как можно говорить там дальше? То есть у вас звание отнимут? А? Звание отнимут. У нас нельзя, мы как у дворян. Ну просто я так... Просто это не предлагал. Никто не предлагал. Во-первых, это степень, а не звание. Звание у меня профессор по кафедре экономики и права. Его тоже не отнимут, не беспокойтесь. Ну просто вы тоже говорили, что вот настолько непротиворечивая филиграммная работа, но там потом вот... Какая филиграммная работа? Наукологики. Почему-то она непротиворечивая, вот даете вы. Нет, я имею в виду, что она очень проработанная, и она, ну, она в чем ее польза, что она дает тебе систему знаний, которая, ну, круглого говоря, непробиваемая. А потом этот же человек... Чувствуется, что вы не смотрите... ...наши духа, вот что, что там... Да, они... ...сторию разбирают, ну, с такими же ошибками, несмотря на то, что вот он написал наукологию. Чувствуется, что вы не смотрите занятия кружка по диалектике, потому что, вот скажем, вы говорите там, вот непробиваемая и так далее. Вот третий том начинается с чего? С субъективной логики. Как мне ты хочешь? Все закончено. Третий том начинается с субъективной. А чем кончается учение о сущности? Чем? Учение о сущности, возвращение к бытию. Как же может быть после этого субъективное? Субъективное вытекает из того, что Гегель идеалист. Поэтому мы вот, так сказать, взялись... Мы не можем тронуть книгу сам, но мы можем порядок изучения, может, прочитать тоже полезно, как есть, а потом изучать уже, штудировать. Вот можно так и... Сначала объективное, после объективное, а там оно кончается жизнью и человеком. Вот человек появился, понятия появились, тогда появилась проблема субъективного. Только тогда субъективная логика, когда появились понятия, когда есть человек. А поскольку у Гегеля понятие рождает абсолютная идея, для этого человек ему не нужен. Хотя у него человек стоит, но он стоит после. То есть логика неправильная. А вот телеология, то есть как раз постановка цели, их достижения, она поэтому где-то там разделена на куски, оторвана от теории познания, и от теорической, и практической идеи, а ей там самое место. Вот мы собираемся по этой дороге идти изучать. Так что на этом дело не кончилось. То есть Гегель-идеалист, не забывайте, и что Ленин говорил, я постараюсь читать его материалистически. Но он сделал научную систему, в которой вы можете что-то поправить, но в целом он продвинул человечество вперед очень сильно. Это вообще редкость. Ну как вот, вы хотите тоже сделать что-то большое, значит читаете не дураков, а только умных, а лучше гениальных людей. Если вы будете читать гениальных людей, то вы приблизитесь к гениальным. А если вы будете читать дурацкие книги, то дуракам приблизитесь. Ну тут, по-моему, понятно. Так вот, книжек хороших очень мало. Книжек, которые дают какую-то систему, совсем мало. То есть тут, ну вот, скажем, такие системные книги. Это вот работа Маркса «Капитал», это вот работа Энгельса, вот как происхождение семьи, частной собственности государства. Она маленькая, но это же система. Вы прямо от первобытного общинного коммунизма доходите до капитализма, и все это в яркой, доступной и хорошей форме. Вот. А, скажем, полное сопровождение сочинения Ленина, это как раз вот образец единства философии, политэкономии и научного социализма. И еще вдобавок, и классовые теории, и практики классовой борьбы, потому что это не только разговор о том, что надо бороться, а эта самая борьба, а описывается, б, организуется. И те статьи, которые вы читаете, они направлены не просвещение только, а и на организацию. Так что вот, вот вам три человека, этих трех человек изучите, и вы будете, ну, Гегель четвертый. Гегель, Маркс, Энгельс, Ленин. Все перечислены у нас прямо, вот мы выдаем в Красном университете, когда заканчивают люди диплом, там эти четыре портрета и есть. У вас там кто-то еще есть? Да, Павел, вопрос. Вопрос. Верное выражение сущность человека проявляется в его поступках? Ну, конечно, верно, да. Сущность проявляется в поступках. Если человек ничего не делает, оно тоже, это тоже поступок. Сидеть, ничего не делать, как обломов. Это тоже своего рода поступок. Поступок в чем состоит? Ну, вот, по-разному бывает. Вот Илья Мурович долго-долго сидел на печи, а потом пошел сражаться с врагами своей родины. Поэтому, может быть, человек готовится к тому, чтобы начать сражаться, а мы на него напали, говорим, что вот, что же вы такой. Ну, когда уже человек уже за 70 или за 80, то уже прозно говорить о его такой борьбе. Так что, конечно, в поступках появляется. Наоборот, прежде всего в делах появляется сущность человека. В делах, а не в словах. Ну, а в словах у кого? Ну, тех, у кого такая работа. Ну, если такая работа у человека, что он должен других людей убеждать, учить и так далее, сущность у него проявляется и в том, что он говорил. А если, скажем, человек должен учить людей, а он всякой глупости пропагандирует, или он пропагандирует вредную, антиобщественную какую-то теорию, или какую-то, даже не теорию, ганилую идею, то по этим самым поступкам тоже можно его оценить, его сущность. Он не просвещает человека, хочет его, наоборот, свести, так сказать, в положение, когда он не может за свои интересы побороться. Вопрос. Простите понятие внешней рефлексии. Что? Внешняя рефлексия. Внешняя это та, которая не... Рефлексия это что такое? Это отражение. Ну, мы когда видим, мы же отражаем мир. Отражаем. Ну, внешняя какая? Вот, у него, вот видите, свитер полосатый. Я вижу зелененькое, еще зелененькое, и черное. Вот и все. Я уже изучил этого человека. Это внешняя рефлексия. А вместо того, чтобы подумать, а как человек, как работает, что он, как действует, какая у него семья, какие у него идеи, какие мысли, какие поступки. Но это на лицо не видно. Сколько бы я на него не глядел, так вот это надо поговорить по душам. Правильно? И он сам может расскажет. А потом вы узнаете по его, по делам. Вдруг мы узнаем, кто там с красным знамя ведет впереди. Не, ну, если на свитере щи, то понятно, что его кормили щами. Отличная семья готовит, собирается за столом. Ну, хорошо, да. Важно бы, чтобы такой большой семьей была бы вся страна. А то одна семья голодная, а другая, значит, вокруг собралась щей. Да. Золотыми ложками. Да. В чем сущность диктатура пролетариата? Это неправильный вопрос. У диктатуры пролетариата нет сущностей. Сущность есть у государства. Потому что государство, государство имеет свою сущность. Всякое государство. Это классовое понятие. И у каждого государства сущность либо в настоящее время, либо буржуазная сущность, то есть диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата. А если мы в более ранние времена, было феодальное государство. Сущность государства была феодальной. А еще раньше была рабовладельческая. Товарищ говорит, в чем сущность диктатура? В чем сущность сущностей? Вот так сказать. Человек вроде задает умные вопросы, а получается, что вопрос, как Гегель говорит, есть такие вопросы, которые никуда не годятся. Чем отличается противоречие от противоположного? От чего? От противоречия от противоположного. Я что такое противоположное, я не знаю. Такую категорию не видел, не встречал. Есть противоположность. Есть одна противоположность, а есть две противоположные противоположности. Тогда получается единство противоположностей. А противоположного, так сказать можно, что потолок противоположен полу. И что? Ничего. Никакой тут ни сущности, нет ничего. Тут нет никакой диалектики, никакого единства. Просто это употребление таких понятий, которые не являются категориями, которые не входят в научную систему. Нет такого, такой категории, о которой спрашивает вопрошающий. Ваши партийные дела задавали вопрос. Какова сущность людей, исключенных лиц РПР и сущность их взглядов? Сущность чего? Сущность их взглядов – ревизия марксизма по важнейшему вопросу о диктатуре пролетариата. То есть диктатура пролетариата в марксизме – это что? Это самое главное понятие, которое концентрирует в себе по существу весь марксизм. Это упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, педагогическая, администраторская, военная и хозяйственная против силы традиций старого общества. И, как говорил Ленин, она необходима до полного уничтожения классов. Говорил он это в Великом Почине. И в этом смысл всей этой теории. То есть только тогда, когда классов не будет, не будет деления уже на людей, физических людей, и все равно труда, исчезнут различия между городом и деревней, тогда диктатуру пролетариата нужно будет поставить памятник, но она уже свои функции выполнит. А вот Бухарин, например, предлагал ей вбить осиновый кул. Вот товарищи, которые исключены, они, как Бухарин, изображали диктатуру пролетариата как нечто враждебное пролетариату, потому что эта диктатура пролетариата вдруг взбесилась в 1961 году и стала, и стала объявлять, что она уничтожена сама, сама в лице своей партии. А ведь диктатура пролетариата, всякая диктатура в современном обществе буржуазном, она или в социалистическом выступает через, в том числе, посредством и политической партии. Значит, политическая партия объявила, что уже рабочий класс не является, потеряла свою диктатуру, уже нет диктатуры рабочего класса. Причем сам он это сделал, как она его спросила, чем она это установила и так далее. А потом, следовательно, на 22-м съезде партия стала буржуазной, буржуазной, потому что если это не диктатура, если она не за диктатуру пролетариата, то выбор здесь очень узкий. Значит, за диктатуру буржуазии. Хотя при этом люди, которые за диктатуру буржуазии, могут не быть сами буржуазными. Правильно? Как скажем, все предатели коммунизма, они обитательно становятся капиталистами. Потом многие из них становятся. Но если человек встает на точку зрения противоположного коммунизма, он предатель коммунизма. А противоположная диктатура пролетариата, диктатура, это диктатура буржуазии. Поэтому не может быть без классового государства. Если оно объявлено общенародным, значит оно государство буржуазное. А что касается, вот там есть такой тонкий момент, который люди, не изучавшие диалектику и не желающие заниматься в кружке, и решившие, что они все знают, они не понимают, что вот они путают надстройку, к которой относятся вопросы о диктатуре пролетариата. Это сущность государства, а не сущность общества. Нет такого, чтобы в сущности общества была диктатура какого-то класса. Сущность общества совсем не в этом. А вот диктатура пролетариата может себя проявлять в чем? В насилии по отношению к противоположному классу, к буржуазии или ее носителям. А диктатура буржуазии тоже может проявлять себя в насилии. И без этого насилия, то есть без подавления того, что мешает двигаться вперед, не может быть движение вперед. А товарищи, которые думают, что они уже постигли азетилории и пошли по кривой дороге, далекой от диалектики, от марксизма, они сочинили такую концепцию, что якобы диктатура пролетариата 1961 по 1991 год существовала. Она расстреляла рабочих в Новочеркасске. Причем туда посылалась правительственная делегация очень большая, во главе с Фролом Козловым, который из Петербурга был, еще из Ленинграда. И с самым министром торговли. И она при ней, и при ее участии расстреляли рабочих, и еще скрыли это все. И расстреляли тех, кто организовывал забастовку. У нас забастовки и сейчас не запрещены. В разном обществе не запрещены. Это люди более страшные, чем вообще буржуази. Дальше. Эта диктатура прятая уничтожила плановое хозяйство. Она полностью на диаметрально противоположную сторону направила всю экономику. Если раньше экономика строилась на трех таких показателях, как номенклатура, то есть что производить. А это связано с тем, что цель производства – обеспечение полного благосостояния. И всесторонний развитие всех членов общества. Второе. Производительность труда, она повышается. Это и есть развитие производительных сил, без которых не может быть победа над капитализмом, и не может быть как раз решение основного закупа. Задачи, связанные с основным законом социализма. И третий показатель – это себестоимость. Чем ниже себестоимость, тем лучше. С 1942 по 1944 год себестоимость вооружения сократилась вдвое. И производство танков, пушек и самолетов выросло вдвое. И затраты, ну соответственно, цены на эти самые оптовые упали. Потому что оптовая цена получала себестоимость плюс нормативные прибыли. А плановая прибыль – это не прибыль. Это норматив, так называемый. И вот получилось, что затраты на производство вооружений сократились с 1942 по 1944 год. В главную войну. Вот что такое была та система. А эта система прямо противоположная. Объем реализации. Что в чем? В рублях. Значит, что надо сделать? Повысить цены. Вот видите, вот скажем, эти лампочки не вольфрамовые. А вот в эту реформу один деятель, изобретатель придумал сократить эту лампочку. Тогда их стали чаще перегорать. Тогда больше их стали покупать. А почему медицина на пик вышла в 85 году? И дальше. И дальше. Значит, второй показатель – это объем прибыль. А прибыль когда больше? Когда цены опять растут. То есть они зависят не только от производительности труда, но и от повышения цен. И рентабельность. Третий. Это фондообразующие. То есть от них все поощрения материальные, все премии – вот от этих трех показателей. То есть они весь народ втянули в том, чтобы он двигал, тянул на капитализм. А что касается вот этих показателей, хочу вам сказать, что 30 лет продолжалось разрушение социализма. Что может быть только при условии, когда люди боролись за то социалистическое, что еще было. И когда началось движение назад, то это называется как? Это уже первый дом. Как называется движение? В сфере выси? А? Прихождение. Прихождение. Если находится медицинное прихождение, с чего оно начинается? С того, что ничего там не происходит. Ничего. Потому что это движение от ничто? Нет. А вот почему на 85-м на пик вышло именно? На какой пик? Потому что у нас именно врачей стало к 85-му году уже, в принципе, достаточно. Количество врачей не является сущностью медицины. И медицина не является сущностью, которая вытекает из основного закона. У нас должно быть здравоохранение, а не медицинное. Медицина дополнительная к здравоохранению. А здравоохранение, так сказать, чтобы было, для этого надо, а, сокращать рабочее время, б, так сказать, иметь замечательные условия труда, то руки будут не отрубать, и люди не будут гибнуть на производстве. Так, нужно людей отправлять в дома отдыха, которые потом разбили, поуничтожали. Поэтому вот этот поворот, с того, что не здравоохранением мы будем заниматься медициной, вот она может выйти хоть на какое место, а здравоохранение что, выросло? Не выросло. Чего, лучше стали охранять здоровье? Нет. 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 Вот такая штука. Так что, в чём суть, так сказать, позиции тех, кого пришлось исключить? Что это ревизия марксизма по главному вопросу. То есть, о диктатуре прияты, как стали говорить, как о средстве уничтожения социализма и самой диктатуры. Это, конечно, ну до этого, таких людей в истории рабочего движения вообще не было, и в истории борьбы марксистов с немарксистами. Чтобы выступили за то, что это вот называть диктатурой пролетариата то государство, которое уничтожает социализм, и уничтожает власть самого пролетариата. Такое, или, так сказать, сумасшедшее, может быть, или дуракам, или ревизионистам. То есть, это вот на службе у буржуазии только можно, находясь, придумывать такие вещи. Объективно, я хочу сказать. Никто никого не нанимал, конечно, и ничего не ставил там. Может, люди хотели, так сказать, что-то новое сказать. И сколько таких человек? Подвижение. Я думаю, таких человек три. Три-четыре. Вообще, даже таких людей, можно сказать, два. Это Герасимов и из Новосибирска Булгаков. Остальные поддакивают по дружбе. Дескать, мы вот дружим с Бобином, я какую-то глупость сделаю, и он пойдет и тоже сделает эту же глупость. Это мы запросим. Это так понимается дружба. А потом он какую-то чушь понесет, и я его буду повторять. Опять дружба. И так далее. У нас вот, если это партия, то она не на основах дружбы строится, а на основах совместной борьбы за великие цели. И поэтому дружба тоже тут очень важна, чтобы люди подружились на этой основе. А если у них основа другая, вась-вась, что мы в баню вместе ходим, или еще чего, то это не основа для объединения. Еще какой вопрос? То есть двух основных американских партий в последние месяцы, кто из них лучше отражает сущность буржуазной демократии? Ну, надо сказать, вы, наверное, знаете, что республиканская партия, это была партия, которая боролась против рабовладения. Поэтому она не только, так сказать, в истории ее не только построение американской демократии, но и прямая борьба с рабовладением в Америке. Это республиканская партия, которую ее считают в истории, которую считают плохой. А хорошая, демократическая, поскольку сейчас на слуху демократия – это что-то хорошее. А демократия, как известно, какая у нас? Буржуазная. Так вот, с точки зрения буржуазной демократии, самое замечательное дело – устроить несколько партий, чтобы дурачить людей, чтобы они себя сменяли одна другую. А диктатуры партии нету, есть диктатура буржуазии в Америке. И для этой диктатуры очень удобно, чтобы было две партии, чтобы был дракон, у которого было две головы. Если вы одну голову отрубили, будет вторая. Пока вы с этой боретесь, со второй, здесь все снова это отрастет. А у нас в России, у нас другие традиции, у нас змей. У змей три головы. Это единая, справедливая Россия и ФДПР. Ну и подвякивает часы КПРФ. Потому что ни один из членов КПРФ, не говоря уже об этих партиях, не предложил альтернативу пенсионной реформе. Вот они там выступали, говорили, но это предвыборное выступление. Если я против пенсионной реформы, так я должен был… Опять это что такое против? Это вот эти самые протестные действия. Протестные действия демонстрировали правящие партии. А теперь они удивляются, что третья тоже протестует. Вы сделаете свой. Каждый депутат имеет право внести законопроект. Никто не внес. Поэтому пусть не изображает, что они боролись. Но они занимались предвыборной борьбой. Они уже тогда понимали, что на этом деле можно сделать пиар, и после этого какое-то количество голосов, где сказать, мы выступали. Да, вы выступали, но вы ничего не предложили. Предложили бы сократить на год время труда и повысить пенсию на тысячи рублей. И все, и народ бы их поддержал, и долгое время. Хотя это было бы хитро с точки зрения уровня. И все бы сохранило капитализм. А тут все забирают. Где-то порядка 740 тысяч забирают у вас, у каждого. И приближают вас быстрее к смерти с гарантией. Ну понятно, что если в наших, во вредных условиях люди работают в таком возрасте и так далее. И при этом эти партии еще из себя изображают демократы. Демократия это что такое? Диктатура, буржуазия. Вы спрашиваете, какая ближе к демократии? Демократия это какая же? Ну демократия это диктатура буржуазии. Они обе ближе, они обе ее осуществляют. И только вдвоем. Если будет только одна, там народ будет искать какую-то альтернативу. Они все перетушили. Компартия там совершенно гнилая, ревьяницкая. Наверное, третий у нас собираются создать нашли в случае. В угламе страны. Такое понятие собирается. Не рассматривается. Мало ли кто чего собирается. Я собираюсь пролететь на самолете над Москвой. И что? Сейчас думаю, над Киевом не надо ли пролететь. Недавно, может быть неделю-полторы недели назад, мы освещали новость на Красном радио. Как раз, что в Нью-Йорке бастовали рабочие, заводские. И когда, это вот как раз момент с Капитолием, и когда полицейские решились пойти туда, чтобы противодействовать забастовке рабочих, Компартия Америки указала, что нет, идите к Капитолию, нечего трогать рабочих. То есть заявление о таком месте. Ну, Компартия Америки не Компартия, а она не коммунистическая. Это во-первых. Во-вторых, это то, что вы называете забастовкой, у меня возможности не забастовка. Потому что я ни одной, например, забастовки в Белоруссии не знаю. Хотя говорили там, много писали про забастовки. Я знаю из-за того, что такое забастовка. Забастовка означает, что больше половины работников приняли решение об остановке работ. А законная забастовка, когда они еще прошли процедуру коллективного трудового спора, ничего такого не было. Поэтому негодной забастовки там не было. А если я собрал кучу людей и кричу, это забастовка, а другим деньги раздаю за то, что они не выходят, в большем объеме, чем они заработают, то это называется только под покровом, обманом народа, не больше. Поэтому какая там была забастовка, была ли эта забастовка? Ну, люди остановили работу. А почему эта забастовка? Ну, например, в некоторых условиях, скажем, можно тех, кто остановил работу, выдвинуть, а их не выгоняют. Почему? Потому что это соответствует общей стратегии. Зачем их выгонять? Путь постул, пусть не останавливаются и так далее. Пусть вот этот шум будет, и вроде как, как сейчас говорят, движуха, а никакой классовой борьбы нет. Забастовка серьезная вещь, к ней надо относиться серьезно. Остановили производство? Ну, остановили несколько человек. Везде же меньшинство. Мы имеем документы, которые говорят, что, скажем, в Беларуси везде меньшинство. А там что, большинство остановилось на этом американском заводе? Нет? Значит, не забастовка. Там было известно, что они требовали повышения зарплат. Ну и что? Ты что, кричали? Ну, кричали, выступали, перекрывали заводы. Ну, в смысле, подходы к заводам. Ну, там есть какое-то законодательство? Ну, вот новость эта не отражает. Ну, так и в том-то и дело. Кто же будет там рассказывать про победы? Ну, в том-то и дело. То есть, что это за бастовка? Ну, потребовали, покричали, расошлись. Это, в общем, входит в себя. Они покричали, их разогнали, чтобы было вот такое, собственно, интересно, идет борьба. Чтобы люди всерьез не занимались классовой борьбой. Если там нет коммунистической партии нормальной, ничего там из этого не выйдет. Точно как нам хотят представить, вот тот же самый Васьковский и Герасимов, что идет рабочее движение в Донбассе. Ну, рабочее движение может быть коммунистическим, а может быть вполне бурразным. Вроде рабочее движение есть, они сопротивляются, они на что-то выступают. Выступают или малоорганизованно, или редко. А в партию и не идут. А без партии рабочее движение коммунистическим быть не может. Мы вообще за рабочее движение? Или за такое рабочее движение, которое идет к другому строю? К социализму, к коммунизму? А рабочее движение бурразное, ничего не даст. Это просто будет другая форма гнетения и эксплуатации. Ну, что, можно заканчивать? В Индии была всеобщая забастовка с участием четверть миллиардов застава. Здесь 50 миллионов труда бастовала. Здесь, наверное, российских масс-медиа, это очень сложно. Это же не европейская страна. Ну, так и что. Главное, все цивилизованные страны, знаете такое понятие? Цивилизованные страны. Она считает, что это все дикари. Нет, вы считаете, что цивилизованные. А мировая бурразия считает, что цивилизованные страны, это вот страны НАТО. А Россия просто такой большой кусок земли, который еще не разделен. И не освобожден от тех, кто тут живет. Там же большинство крестьяне выходили в Индии, потому что там связано с изменением законодательства, с фермерами. Но это тоже... Ну, если крестьяне выходили, то это не забастовка. Кто такие крестьяне? Это мелкие буржуа. Они не обязаны работать. Они могут у меня работать. Вообще можете не работать. Какая-то забастовка. Вот я крестьянин. Решил мне работать и умереть. И что? Ничего. Сейчас нам все эти средства массовой информации подают, это вот, с соответствующим искажением. Там была просто картинка красивая, что они все были с красными плаками. Закончили. Нам вот дают понять представители. Мы не закончили, а противоприседы. Братская организация, что надо... Что здесь значит? Народы благотворят меру, как говорит Гегель. Спасибо большое. Успехов в изучении науки и логики. Следующая у нас будет лекция уже посвящена учению о понятии. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok